В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии Мрамгуль Салкимбаева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Жители микрорайона Гульдир-1 заброшенные здания школы для слабовидящих детей не дают покоя. Когда закончится строительство и чего ждать жителям района. Сотрудники департамента ПЧС начали подготовку к паводковому периоду. Учения начались в пострадавшем от наводнения Бухаржираусском районе. Жители микрорайона Гульдир-1 по-прежнему настораживает заброшенная постройка. Строительство школы-интернат для слабовидящих длилось долго и предвкушало много хорошего. Но теперь здание пустует уже на протяжении 8 лет и по-прежнему нагоняет тревогу на жильцов. По многочисленным просьбам жителей района Гульдир-1 наша съемочная группа все же решила узнать, что кроет стены этого здания. Темные углы, поврежденные от пожара, ветхие стены. Все это напоминает больше отрывки из фильма ужасов. А ведь родители, ежедневно отправляя детей на прогулку, сталкиваются с чувством страха. Еще несколько лет назад эта территория предназначалась для футбольного поля. После землю отдали под строительство трехэтажного здания, что и вызвало возмущение жильцов. Однако, узнав, что здесь будет интернат для детей с плохим зрением, местный народ смирился с утратой. Однако, на протяжении восьми лет заброшенная постройка вместо радости доставляла горожанам одни неприятности. Нам нравился сад, школа. Было чисто, уютно. Но как построили вот это здание, все захламилось. Здание постоянно рушится, его не достроили. Вот оно рушится. Посторонние люди постоянно тут находятся. Собаки собираются. Здесь это... и грязь в основном, мусор. Строительство объекта началось восемь лет назад. Было потрачено более 370 миллионов тенге. В здании установили пластиковые окна, новые двери, поставили высокий забор и даже сторожку. Сейчас же постройка находится без какой-либо охраны и надзора. Сюда собираются бездомные и даже наркоманы. То, что дети здесь бегают, находится свободный доступ у детей в любое время. Если посмотреть, тут двери открыты все. Это мальчишки, они растут, развиваются. И там на слабо, да, или еще что-то. Это очень плохо закончится, в конце концов. Жильцы вспоминают с ужасом о последнем случае. 21 октября на территории школы произошел вовсе не шуточный пожар. Пламя, к счастью, не успело охватить все здание, но значимая его часть успела пострадать. По словам очевидцев, приезжало два наряда пожарных, которые смогли проникнуть на территорию только после того, как взломали забор. Как говорят сами горожане, горит заброшенная постройка уже не в первый раз. Как стало известно, школа была рассчитана на 250 человек. Строительство было выполнено 90% и близилось к финишной ступени. Заказчиком данного проекта выступает Министерство образования Казахстана. А вот причиной заморозки строительства послужило судебное разбирательство, в результате которого были осуждены руководитель фирмы ТО строительной компании и должностные лица Министерства образования. В ноябре месяце текущего года мы должны получить уже готовую проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы. После чего мы объявим конкурсные процедуры на завершение строительных монтажных работ. Зависуемся от финансирования и будут сроки регулироваться. Может быть, в следующем году и завершим. На сегодняшний день здание по-прежнему находится на балансе Министерства образования. Как уверяют чиновники, опустевшее здание в скором времени станет уже не интернатом для слабовидящих детей, а школой с инклюзивным образованием. Карагандинские спасатели начали подготовку к предстоящей зиме. В Бухаржираусском районе в цели своевременного реагирования и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовительные работы ведутся уже сейчас. Потому что район оказался наиболее пострадавшим от прошедшего весеннего паводка. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков лично посетил выставку специализированной техники состава ЧАЭС, посвященной предстоящей зиме и паводковому периоду. Гульза Цахова подробнее. На осмотре готовности приняли участие 126 человек и 52 единицы техники, имеющиеся на вооружении департамента по чрезвычайным случаям. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Талгат Нурмухамбетов сообщил, что в настоящее время разработано и внесено на утверждение главе региона все необходимые мероприятия по защите населения и территории области. Проблемными вопросами также является безопасность функционирования дорожной инфраструктуры области, а и в наследствии отсутствия на местах тяжелой инженерной техники. А также при головлёдных явлениях, сильных заносах зачастую происходит большое скопление автотаспорта и людей, что может приводить к различным проблемам. В связи с чем для оперативного реагирования на возникающиеся ситуации зимнего периода акиматов и городов и районов нам предложено в первую очередь заключить договора на организацию жизнеобеспечения населения. В целом подразделениями департамента приведены в готовность к эксплуатации колёсная и гусеничная техника повышенной проходимости, включая командно-штабный транспорт, автомобили связей и оповещение, аварийно-спасательные машины, вахтовки. Вся техника находится в пожарных частях, расположенных вблизи республиканских автомобильных дорог, которые наиболее подвержены зимним чрезвычайным случаям. На первый квартал 2016 года планируется выделение 12 миллионов тенге для зимнего содержания дорог. По району проходит 265 километров от дорог областного значения, который обслуживает ДЭО-1. В настоящее время проводится мероприятие согласно графике технического обслуживания и подготовке к зимнему периоду. Подготовлено 16 единиц дорожной техники к работе в зимних условиях. Создано запасы дизельного топлива, 6500 противогололедного материала, 1000 кубов проведенного ямочного ремонта, 8000 квадратных метров. Имеется два обогревательных пункта. В свою очередь Акимобласти положительно оценил готовность силы и средств подразделений. Нурмухаммед Абдибеков в завершении совещания дал ряд поручений, в том числе принять меры по недопущению гибели и нанесению вреда здоровью людей, а также обеспечить безаварийное функционирование объектов жизнеобеспечения. В Карагандинском регионе увеличился рост в сфере производства товара. Доля промышленности выросла почти на 10%. Также отмечается хорошая динамика казахстанского содержания. Такие итоги подвели чиновники, отчитываясь о проделанной работе за 9 месяцев. Социально-экономическое развитие региона на стабильном уровне. Карагандинская область в лице промышленных производств выдержала волну кризиса. Такую оценку дали чиновники и поделились будущими планами. За 9 месяцев текущего года, к аналогичному периоду прошлого года, реальный прирост объемов производственной обрабатывающей продукции составил 12,8%. Производительности труда 33,4% и составил 66,7 тысяч долларов США на человека. Всего в карту индустриализации включено 95 проектов на 519 миллиардов тенге, с созданием более 11 тысяч рабочих мест. Новые рабочие места будут обеспечены благодаря государственной программе индустриально-инновационного развития, отметили чиновники. Также в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в текущем году поддержано 205 проектов. До конца года к ним прибавится еще 25 бизнес-идей. Будут созданы 500 рабочих мест. «Запущенными проектами карты индустриализации произведено продукции на 59,3 миллиарда тенге или 6,2% от объема всей продукции промышленности. Это составляет около 3% объема ВРП». Также чиновники остановились на программе развития здравоохранения «Саламатте-Казахстан». С их слов, снижена заболеваемость туберкулезом, гепатитом и младенческая смертность. А охват дошкольным воспитанием достиг почти 90%. Аким области Нурмухамбет Абдебеков напомнил чиновникам о словах главы государства в преддверии кризиса. Цитируя их, он призвал госслужащих не расслабляться. «Следующий год будет еще сложнее, чем этот. Делайте отсюда выводы. Держите максимально свои вот эти вот резервы. Не распыляйте их. Мало того, вот коллегам говорю, и до этого говорил, придите нам и говорите, какие у вас резервы есть. Вместе будем решать, что делать». Подводя итоги заседания, чиновники обещали продолжать свои старания. Аким области подчеркнул, что все принимаемые меры должны быть нацелены на обеспечение роста во всех сферах экономики. Аймам Ренол Жас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Первый заместитель Акима Карагандинской области Аслабек Дюсибаев проверил ход реализации комплексных планов развития региона в поселке Шубар-Коль Нуринского района. Чиновник посетил несколько предприятий и встретился с жителями вахтовых поселков предприятий. Предприятие по добыче угля ТОО «СП Арбат» планирует выпускать такую продукцию, как уголь марки «Д» и полукокс. Проектная мощность предприятия – 3 миллиона тонн угля и 300 тысяч тонн полукокса в год. Также Аслабек Дюсибаев посетил компанию «Шубар-Коль-Кумыр». Добываемый здесь уголь экспортируется в 15 стран мира. В Россию, страны Балтии, Украину, Венгрию, Италию, Финляндию и другие. Предприятие специализируется на добыче угля открытым способом и эксплуатации горных производств. Компания планирует выпускать 10,5 миллионов тонн угля в год. Все планы, которые мы себе планировали, мы в этом году выполним. Все обязательства, которые мы брали перед людьми, перед трудовым коллективом, тоже будут выполнены. Все это, конечно, не просто, это результат большого труда, который делает коллектив. В ходе посещения объектов Аслабек Дюсибаев ознакомился также с бытовыми условиями вахтовых поселков предприятий. Пообщался с их жителями. Вахтовики пожаловались на плохое состояние автомобильной дороги областного значения Козылжар-Шубар-Коль. Первым заместителям Акима Карагандинской области дано поручение о проведении ремонтных работ автотрассы с привлечением тех компаний, деятельность которых во время строительства железной дороги Аркалык-Шубар-Коль привела в неудовлетворительное состояние указанный участок дороги. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Региональный фестиваль студенческой молодежи подошел к концу. С 27 октября проводились состязания девяти высших учебных заведений области. У ребят была возможность проявить себя и показать свои таланты. Лучших конкурсантов наградили ценными призами. Подробнее расскажет Лариса Хусейнова. Студенты из вузов области показали свои таланты в различных направлениях. В конкурсе современных танцев ребята преподнесли настоящий пример дружбы и уважения. Перед выступлением они желали друг другу удачи. И несмотря на то, что они соревновались между собой, после окончания конкурса молодежь собралась в круг и продолжила свои зажигательные танцы. Команда Карагандинского государственного медицинского университета уже не в первый раз участвует в конкурсах современного танца. Группа «Естим» заняла третье место на региональном фестивале. Группа «Естим» Первое место заняла команда КЭУ. Показав свое мастерство в энергичном танце, у них получилось завоевать симпатию жюри. Кроме современных танцев прошли спортивные состязания по волейболу, дебатный турнир, игры КВН и конкурс социальных видеороликов. Больше всего жюри оценили команду Карагандинского государственного индустриального университета. Их видеоролик занял первое место. Видеоролики в основном были на тему пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, соблюдение ПДД, профилактика правонарушений, медиации, межнациональные согласия на разной темой. На торжественном закрытии фестиваля студентов-победителей наградили ценными призами. Сотовые телефоны, планшеты и музыкальные центры. Такие призы были за первые, вторые и третьи места. На этом фестивале были учреждены определенные премии, были ценные подарки, такие, как вы уже все видели, у нас музыкальные центры были. Были также сейчас актуальны для молодежи электронные книги, планшетники, сотовые телефоны. Вот такими подарками мы наградили более отличившиеся на данном фестивале. Для студентов такое масштабное мероприятие организовало управление по вопросам молодежной политики. Все ребята остались очень довольны и фестивалем, и своими наградами. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Александр Терекидзе, 1-й Карагандинский. Безналичная оплата проезда в общественном транспорте не за горами. Караганде презентовали новый проект, который позволит оплачивать проезд в автобусе посредством электронной карты. Изобретение уже пользуется успехом в городе Алматы и приступает к запуску в Павлодаре. Данный проект был разработан совместно с Южной Кореей. В ходе создания плана было выбрано самое высоконадежное оборудование, которое выдерживает температуру от минус 60 до плюс 60 градусов. Да и в пользовании он весьма прост. Необходимо приобрести электронную карту стоимостью 320 тенге и в нужный срок пополнять ее с помощью мобильного терминала. Срок службы такой карты 10 лет. Рассчитано в онлайн режиме, позволить в онлайн режиме контролировать всем автопаркам, на какой остановке, какой объем денежных средств, какой пассажиропоток пошел, на какие маршруты следует оптимизировать, какие маршруты следует упразднить. Тем самым это возможно создает управление интервальностью и управление. Это БМС-система, БАС-систем менеджмент, который позволяет управлять транспортным потоком, а именно его интервальностью, его скоростным режимом, его стоянками, его расходами, его пассажиропотоками. Данная система позволит обществу перейти от наличного расчета к безналичному. И самое главное преимущество – это вывод теневой экономики из транспортной системы. Идут споры между пассажироперевозчиками по вопросу компенсации, по вопросу разделения так называемых социальных выплат, в части именно количества социально уязвимых в слоях населения, которые проезжают по городу. Поэтому мы рассмотрим этот очень важный вопрос. Компания-перевозчик остается в выигрыше. Во-первых, отсутствие кондуктора способствует экономии. А во-вторых, гарантирована чистая прибыль, контролируемая через онлайн-программу. Только цена заставляет задуматься – стоит такой аппарат 10 тысяч долларов. Не повлияет ли это на стоимость проезда? Диана Рамазанова, Исламбеку, СПАН, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Несмотря на трудную экономическую обстановку в стране, здравоохранение в области укрепляет свою базу. Только в 2014 году на материально-техническое оснащение было потрачено полтора миллиардов тенге. На пресс-конференции руководитель областного здравоохранения объяснил обстановку на действующие ремонтные работы в больницах города. Свыше 400 миллионов тенге было выделено на ремонт больниц. Четыре корпуса областной клинической больницы будут соответствовать санитарным нормам и требованиям. В хирургическом корпусе уже ведутся ремонтные работы. К началу 2016 года начнется ремонт терапевтического отделения. На сегодняшний день продолжается строительство уникальной областной детской клинической больницы. Площадь этой клиники составит свыше 33 тысяч квадратных метров. По плану, строительные работы завершатся в декабре 2016 года. Как отмечает руководитель управления здравоохранения, несмотря на сложное финансовое положение, областной Акимат выделил 125 миллионов тенге на приобретение дополнительных 37 машин скорой помощи, что позволяет вовремя обслужить вызов. На многочисленные жалобы пациентов, связанных с несоблюдением санитарных условий, Ержан Шакирович ответил, что это связано с действующими ремонтными работами. За последние три года с областного бюджета областным Акиматом были выделены свыше 4 миллиардов тенге на затраты капитального характера. Это ремонты предприятий, материально-техническое оснащение предприятий. Поэтому, несмотря на имеющиеся трудности, даже в текущем году, свыше 400 миллионов тенге было выделено на ремонт медицинских организаций. Качество проведения государственных закупок как показатель эффективного госуправления. На очередном заседании Городского общественного совета по противодействию коррупции депутаты и участники совета разбирали непростые ситуации при проведении тендеров. Чтобы меньше было ошибок и скандалов, обсудили все и дали ряд рекомендаций. Каких знает Сергей Высокосов. Мы говорим о эффективности использования бюджетных средств. Об эффективности использования бюджетных денег и эффективности государственного управления в целом Городской общественный совет по праводействию коррупции проводит заседания регулярно круглый год. В прошлый раз говорили о работе социальных служб и отдела образования Караганды. Сегодня обсуждали не менее важное обеспечение прозрачности при проведении госзакупок. Готовить техническую документацию нужно с большей ответственностью, напомнили депутаты городского маслехата участникам совета. И обязательно проводить своевременный мониторинг и анализ. Мы мониторинг, мы подразумеваем так. Во-первых, есть определенные правила, как говорите, сроки. Значит, с задания поручения активного, значит, с февраля, например, по март провести все госзакупки. Все. Первый вопрос. Это в своевременность. Это первое свое время. Вы проводите. Да. Второй вопрос. Значит, все ли услугодатели, значит, вы заключили договора или нет. Это два. Третий момент. Когда заключили договора, значит, отказы есть или нет. Третий момент. Четвертый момент. Значит, выполняются ли эти договорные обязательства. Пятый момент. Значит, претензионная работа, если она отказная, есть, соответственно, проводится. Своевременная или нет. То есть вы администратору программ контролируете. Потом дальше. Шестое. В свое время были штрафные санкции выставляете. А вы мониторите. Человеческий фактор желательно было бы стараться исключить, посоветовали депутаты участникам совета. А чиновникам – поднаторить в составлении необходимой документации, чтобы не подводить ни начальство свое, ни горожан. А если мы так не будем принципиально кафе разбирать, то у нас все будет прозрачно, все хорошо, а государство будет. Почему? Потому что некачественная выполнена работа. Это все зависит только от самих участников. Сами, от тех, кто подают. Они могут забыть какой-то документ прилагать, забыть там еще что-то. Я все понимаю. Потому что чем больше, так сказать, кажется нам, мы делаем прозрачную процедуру и увеличиваем количество документов, им просто сложнее, а не нам. Надо дать уже, чтобы он был первым, когда институт проявил, а на своих работников обучил, например, сметным делом. Другие госучреждения это не увлекает. Мне так думаю, нужно немножко средства выделить и подтянуть квалификацию. Люди хотят работать, просто многие немножко не знают. Закон достаточно сложный. Это всегда это. Человек, который работает, всегда шепки делает, независимо от этого. Вот другой, правильно, Анатолий Дмитриевич правильно говорит, надо в коре смотреть не в том смысле, как сказать, придираться к этому делу. Если придираться, можно найти, записывая, запитую. Вот это у нас, к сожалению, есть. Здесь вот почему иногда, ну как сказать, здесь коррупционная составляющая есть. Можно к этому придраться, а на это можно посмотреть прозрачно. Пока что с госзакупками во всех областях страны не все чисто и гладко, заключили участники Совета по противодействию коррупции. Однако законы с каждым годом совершенствуются и качество работы чиновников и подрядчиков улучшаются. Свои рекомендации антикоррупционеры Караганды решили направить и законодателям, чтобы, к примеру, ввели в норму такой момент. Если победитель закупок добровольно отказывается заключать договор, пусть платит штраф. Я думаю, в борьбе коррупции большое внимание выделяется. И так думаю, это как может идёт для того, чтобы всё чище и лучше. Но вот эти вот рекомендации администраторам программ, они, соответственно, качественно проедут документацию. Вот то, что Марас Афинский говорит, конечно, наблюдатели должны быть. Ну, честно сказать, наблюдатели – это сложно. Сергей Высокосов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Караганда вошла в команду общенационального движения «Казахстан-2050». На сегодняшний день в движение нашего города входит уже 15 человек. Участниками была организована встреча, где обсудили важные вопросы, касающиеся развития именно шахтёрской столицы. Движение работает уже два года, но за такой короткий срок было сделано немало дел. Основной задачей движения стало содействие вхождения в Казахстан в тридцатку наиболее развитых стран мира путём поддержки политического курса, изложенного в стратегии «Казахстан-2050». То есть это никакая неблаготворительная там организация, это некоммерческая организация, которая должна зарабатывать на чём-то или ещё что-то. Это группа, мостик, скажем так, между гражданами и государственными органами, ну в каждом конкретном случае, в первую очередь это акиматы городов и различные управления акиматов по различным вопросам, которые призваны сообща и вместе решать проблемы города. Общее национальное движение «Казахстан-2050» работает уже в восьми областях страны. Активисты уверены, что непременными атрибутами развитого Казахстана является свободная рыночная экономика, демократия, светский характер власти и правовой порядок отношений в обществе. Здесь будут происходить обсуждения данных вопросов, насколько они критичны, будут искаться методы и пути выхода из этих проблем, сложившихся ситуации. И будет разрабатываться стратегия, по результатам которой будут инициированы ряды шагов. После того, как здесь будет выработана стратегия, мы будем обращаться в местные исполнительные органы, местные контролирующие органы, если это будет необходимо. Будет привлекаться астанинский аппарат, там уже выше выносится на уровень министерств, либо правительства. Участники движения уверены, что совместными усилиями достигнут многого. Лидеры движения уверяют, что в процветании страны зависит от готовности граждан брать на себя ответственность за будущее и стремление к труду. Одним из важнейших условий развития Казахстана они называют вовлечение народа в идею национального технологического прорыва, основанная на науке, инновациях и предпринимательстве. Асель Сознабаева, Телеген Рашидов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Студенты Карагандинского горноиндустриального колледжа против рекламы алкогольной продукции. Своё негативное отношение к спиртным напиткам они высказали на конкурсе, посвященном Дню отказа от алкоголя. Выступив участниками и инициаторами в мероприятии одновременно, они пригласили на него и жюри. Вместе с ними побывала и наша съемочная группа. Ежегодно от алкоголизма умирают около трех миллионов людей по всему миру. Такую печальную статистику пытались донести до собравшихся студенты-участники. Соревнуясь между собой в Остроуме, они рассказывали молодежи о вреде спиртных напитков. Обещали при этом вести правильный образ жизни. Здесь можно сказать самая спортивная команда. Плиц-турнир, драматические сценки, открытый призыв – всё это лишь часть того, чем порадовали собравшихся студенты. Их сверстники, сидящие в зале как зрители, аплодировали и снимали своих друзей на камеру. А строгая жюри тут же выставляла оценки. Благодаря такой акции я считаю, что много наших студентов должны больше приходить в спорт, больше заниматься здоровым оборудованием. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку «Аулбереке-2015», которая состоится в эту субботу, 31 октября. Ярмарка будет проходить по улице Олимпийская. На ней будут представлены продукты, дешевле на 10-15% ниже рыночных цен. Это была последняя новость на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова